Голос здравого смысла Я думал, что вы обиделись Ничего подобного Я слышу эхо Бывает, очевидно Но сейчас гибрид настроится, надеюсь, что все восстановится Народ пишет периодически Вот, давайте, давайте Ну вот, наконец, у нас выпала такая возможность И я ее, безусловно, с радостью использую Для начала, вы находитесь сейчас в Украине? Да А, тогда у меня вопрос, связанный с Украиной Я в канун выборов Какая-то часть избирателей Тех, кто проживает здесь, на территории США Почему-то обвиняли Трампа во всех смертных грехах И в частности в том, что происходило на Украине И питали некие надежды на то, что вот Если Трампа из Белого дома выгонят И в Белый дом войдет ЗИЦ-председатель Байден То ситуация в Украине изменится коренным образом Украина будет процветать Байден сделает все, чтобы поставить Россию на место А вот Украина сразу начнет На мой взгляд, эти надежды не оправдались Но вы там, так сказать, ближе к событиям На ваш взгляд, оправдались ли надежды тех украинцев Или тех, кто переживает за Украину Которые голосовали за Байдена В надежде, что ситуация в Украине изменится коренным образом В положительную сторону Да, ну, как бы здесь такие две Украины получилось Украина нормальная, то есть народ, люди Которые все прекрасно понимают Далеко не дебилы, не рабства И есть вот эти вот Я, наверное, как предатели Украины, что ли Которые называют себя патриотами Украины И все такое Но сидят на грантах или соровских Или просто полезные идиоты Не знаю Которые вот это вот долдонили все время Что Трамп сдает Украину, продаст Украину Пока был Трамп Все-таки на фронте Было затишье Были иногда, как обычно бывает Это на передовой какие-то схватки, перестрелки Но в принципе было затишье И не было никакой боевых действий Таких усиленных не было Ну и как бы экономика украинская тоже развивалась до ковида Потому что все-таки газ, нефть Для Украины очень важны эти все энергоносители Были в приемной цене Ну и летальное оружие И военную помощь Трамп давал где-то 306 миллионов долларов в год Санкционировал Северный поток Что было, конечно, очень выгодно для Украины Но почему-то вот СМИ СМИ вот этих, я их называю, на соровских грантах Саросята Многие политики украинские Многие политологи, вот эти все Экспорты Они долдонили все хором одно и то же Вот одно и то же Что Байден закроет SWIFT Будут санкции из Ада А получились санкции из Зада Из Зада, да И Тогда вот Байден приди Порядок на виде Ну вот пришел Байден В первую очередь, что он сделал Он позвонил Путину И Вошел обратно в договор по СНВ То есть Дал Путину миллиарды и миллиарды долларов Второе, что он сделал Он, в принципе, снял санкции Северного потока И в Америке запретил добывать нефть И сланцевый газ То есть цены на нефть пошли вверх Хотя они должны идти вниз Что невыгодно, конечно, Украине Это большой ущерб украинской экономии И Когда Байден Ввел санкции против России Последний Российский рынок Рванул вверх И рубль укрепился Доллар ослаб Потому что Все увидели, что эти санкции Ну, фуфловые Это Фейковые Они ничего не значат Ну, в том смысле Что санкции-то были Введены против Военных Там, чиновников КГБшников Которые участвовали В попытке убийства На Навального Так эти чиновники Все российские Уже давным-давно Санкционированы Самим Путином Они не имеют права Выезжать за границу России Так что то, что им не дадут Визы на Запад Или еще куда-то Им пофигу Они так и так не могут ехать Или там заведения Институты Которые имеют Двойное значение Они санкционированы Разные продукты Которые имеют Двойное значение Санкционированы Опять же Они давным-давно Были санкционированы Самим же Путином Они не могут брать Гранты Заграничные Они будут тогда Иностранными агентами Поэтому все поняли Что это Фигня Ну и конечно Военный бюджет Байден для Украины Урезал больше Чем в два раза И со всеми Этими вещами Андрей Иларионов Очень хорошо Это объясняет Что вот эти Стоимость И ВВП И деньги Которые потеряла Россия Из-за санкций Из-за действий Трампа За последние четыре года Вот за эти Меньше чем за год За действия Которые уже сделал Байден За два месяца Россия Получит Все эти Ущербы Обратно Это будет Из-за цены на нефть Из-за Договора СНВ Это миллиарды И миллиарды Долларов Для России И вот Россия Начнет Вставать с колен Поэтому конечно же В Украине Люди понимают Что произошло Но вот эти Вот эта вот Вторая группа Патриотов Украинских Которые вещают С телевизора Все эти Политологи И философы Эксперты И многие политики Продолжают Долдонить Вот сейчас Байден им покажет Вот сейчас Байден им удаст Вот Байден обещал Вот Байден То Байден Все Ну и сегодня Конечно Позавчера Был просто Праздник в Украине По всем каналам Все потому что Байден сказал Что он Что Путин Убийца Вот Вчера где-то Чуть-чуть Притихли люди Потому что Байден Этого не говорил Это так называемый Журналист Журналюга Вообще-то Подонок Хотя он Не совсем журналист Он был Главой Белого дома При Клинтоне И Не совсем Канал ABC А такая Пропагандическая Гебельская Керупор Где он Спрашивает Берет интервью У Байдена И Наверняка там Это было пройдено С Байденом До этого Но И он Спрашивает у Байдена Вы думаете Что Президент Путин Убийца И Байден говорит Ага I do Промычал И да Я думаю Здесь конечно Переводят на русский язык Говорят Вы считаете Что Президент Путин Убийца Уже они Переговорят Чтобы Байден Это не говорил Ему вопрос был задан Вы считаете Что Трамп Что Путин Убийца Он говорит Ага I do Вот опять же Перевод неправильный Вы считаете Хотя он спрашивает Do you think You think Вы думаете Что Байден Что Путин Убийца А здесь переводят Вы считаете Почему Я сначала Тоже не сообразил Почему они так делают Почему это такой Неточный перевод Казалось бы А какая разница А разница большая Потому что Многие люди Уже здесь понимают Что Байден И думать Это вещи Несовместимые Потому что Человек болен Человек болен Он думает Уже Он думает Все реже и реже И его совпадение Думает Конечно Этот журналюга Или этот Я не знаю Как его назвать Папандополо Вот он У него имя даже Такое похоже Стефанополо С Папандополо Но я не хочу Говорит Потому что Нас потом судить Будет Вы поняли О ком я Говорю Этот Папандополо Сразу же переводит Стрелки И говорит А накажете ли вы Путина За то Что за вмешательство В наши выборы Опять же Это такое Что вот Наши разведливые Органы Сказали Что вмешивались Они преподают Что вмешивались На стороне Трампа Хотя ни одна Наша Разведливая Организация Этого не сказала Она сказала Что они вмешивались Чтобы ввести Диссонанс В наше общество Они не были Ни на одной Ни на другой стороне Они же понимали Кто такой Байден И кто такой Трамп Что Трамп Намного хуже Для России Путина Чем Байден С Байденом То они договорятся И вот Он сразу Переводит Эти стрелки Байден Но он опять же Не связанно Говорит Не может Сформулировать Предложение Ну человек болен Это Это трагедия В нашей стране Президент В такой Кондиции И Он не связанно Говорит Ну мы можем Или жевать Жвачку И ходить Одновременно Это вообще Неуместная Поговорка Американская Причем Тут Это И вот Конечно Я же Уже Подписал Договор С Путиным А СНВ Это Стратегически Наступательное Вооружение То есть Сохранил Путину Миллиарды Долларов И Это Конечно Создаст Безопасность Во всем Мире Вот Конечно Вопрос У меня Тогда А Китай Что здесь Не играет Никакой роли А Иран Нет Кстати Почему Путин Убийца А Разве Там Китайский Лидер не Убийца А Иранский Лидер не Убийца А Севернокорейский Не Убийца А Клинтоны Не Убийцы Их тоже Обвиняют Во многом Что те Которые Хотели Дать показания Против них По педофилии По другим вещам По Бенгази Оказываются Убитыми Оказываются Мертвыми А Буша Не обвиняли В убийстве Любого президента Можно назвать Убийцей Но ты не делаешь Как глава Государства Это не умно Это криминально Потому что Что дальше Это слова Войны Теперь дипломатам Надо будет Отгребать Все это Обратно Но в одном Предложении Он говорит Что Путин Убийца В другом Предложении Он говорит Он с ним Подписал Договор О Разоружении Оружия Контроля Над оружием Как это Как это Возможно И конечно Это комбинирует У людей Которые Не разбирают Это по словам И не растягивают У них Это в голове Сложит Что Складывается Что Путин Убийца И будет Сильно наказан Вот Как это Люди воспринимают Но это не так Тут получился Диссонанс С одной стороны Наш президент Говорит Что Путин Убийца Он обвиняет А с другой стороны Он с ним Договаривается Говорит Давай разворужаться Вот если Вы назовете Кого-то убийцей Или вы считаете Кого-то убийцей Вы будете с ним Договариваться Чтобы выбросить оружие Чтоб он выбросил нож И вы выбросите нож Конечно же Этот убийца Скажет Давай дружище Ты лошара Ты давай Выбрасывай свой нож А я тебе просто скажу Что я выброшу свой нож Ну как это может быть Как это можно совместить Вместе Что с одной стороны Президент говорит Вот этот президент Убийца А с другой стороны Он с ним входит В договор Предлагает ему договор О разворужении Абсолютно с вами согласен Потому что действительно Слова произнесенные Так сказать В одном предложении Говорят о том Что Да Я согласен С вашим утверждением Что Путин убийца С другой стороны Его же пресс-секретарь Говорит Что есть ряд Сфер В которых мы будем Сотрудничать с Россией И так далее Но ведь Россия Вот судя по тому договору Которую они возобновили Или продлили За это же Америка В этих договорах Во всех Расплачивается Соединенные Штаты Америки Мы с вами Расплачиваемся Нашими деньгами Да Теперь я бы хотел Вы упомянули Китай И на мой взгляд Китай представляет Реальную Значительную угрозу Как в экономической сфере В политической сфере Так и в военной сфере Скажите что я не прав А проверники меня Или Нет Абсолютно правы Опять же я хочу это сказать С точки зрения Украины И многим украинцам Тут конечно внедряют Что вообще не слышит Китай Потому что здесь Ну враг номер один Это Россия Они конечно же Поняют что Байден Чтобы договориться с Китаем Чтобы с ним иметь И не сдать Тайвань И Хонконг Намного важнее Для Соединенных Штатов Америки Чем Украина И могут чтобы для этого Не России сдать Украину А Китаю Китай скупит здесь все Мотор Сич И все остальные Как бы Жизненесущие Производство Землю Фермерство Китайцам Потому что При Трампе Это было санкционировано Что Китаю нельзя Эти вещи продавать Тогда у меня Еще одна тема Поскольку вы все-таки У нас человек военный Я думаю Что Ваша оценка Очень важна Для меня И для наших слушателей Вот те социальные Эксперименты Которые администрация Трампа И Пентагон Ставит сегодня Над армией Вот вы наверное Слышали выступление Байдена Где он Как о достижениях Говорил о том Что Пентагон Сейчас Занимается Разработкой Новых причесок Для женщин Новых бронежилетов Для женщин И костюмов Для беременных Летчиц Но это вот Только детали Там есть еще И по поводу того Что Операции по смене Пола будут Оплачивать Пентагон И так далее И так далее Как вы считаете Это отразится Положительно На боеспособности Армии Ну в общем Ваш взгляд На то что происходит Ну Вообще-то Много чего Происходит Чем я конечно Недоволен Я думаю Что очень многие Военные лидеры Даже с теми С которыми я общаюсь Которые на действительной Службе сейчас Которые в отставке Многие Может быть Это мое окружение Просто очень сильно Недовольны Но во-первых Главнокомандующий Забыл Имя Своего Министра обороны И Своего Зама Вице-президента Уже пару раз Назвал президентом Это не вдаёт Доверие военным Что этот человек Может руководить Если Не дай бог Будет какая-то Эскаляция Или война Кстати Я ещё забыл сказать Что в Украине После того Как пришёл Байден Началась эскаляция На Вато На Донбассе И каждый день Погибают Украинские Солдаты От снайперского От мин От снайперского Огня И это После разговора С Путиным Началось Поэтому Что-то То что они говорят На публику И что они говорят Между собой Очень таки Похоже на разные вещи Хотелось бы узнать И увидеть Транскрипт Разговора Путина С Байденом Как например Транскрипт Мы увидели Разговора Трампа С Зеленским Но Байденовская Администрация Как и Обамовская Очень скрытная Очень закрытая Совершенно непрозрачная Он ещё В принципе Даже и не уступал Не было у него Никаких Ничего такого Обвиняют тут Меня и многих Других Что мы за Путина Что мы защищаем Вот мы критикуем Это не критика Это обвинения Глупы Мы просто говорим Что Путин Умнее И хитрее Байдена И нельзя Своего врага Так недооценивать Что просто Потому что Байден Американский президент Он значит Он сильнее Нет Так проигрывались Многие битвы И многие войны Империи падали Так Разбивались Потому что считали Что они умнее И хитрее Других И Путин ответил Очень хорошо На это Потому что Он понимает Что он не может Ити войной И не может Разжечь войну Он сказал Он желает Байдену здоровья Понимая Что человек Не себе Подчеркиваю Это А если ты С этим согласен Значит ты за Путина Нет Я с этим согласен Потому что Это есть так Неважно И конечно Боиспособность Боиспособность Таким образом Я считаю Падает Потому что Офицеры Генералы Лидеры Военные Расстроены Этим Я думаю Это для них Они Они обращают Попадают Такие моменты И То что Сначала Министр Обороны Объявил Что Армия Будет Заниматься Климатом Вот Я не знаю Что это значит Что Средой Наверное Мы будем Теперь зелеными Бомбами Оперировать Такими Чтобы там Не повредить Кустики Цветочки Сохранить Рыбок Нашими Минами И Торпедами Не совсем Я понял Почему Армия Должна И наши Вооруженные Силы Заниматься В первую Очередь Климатом Ну и Потом Вопросы О расизме Экстремизме В армии Я когда служил За 30 лет У меня В принципе У меня ни одного Инцидента не было Я не знал про это Мы одни Из самых передовых Где и чернокожие И евреи И христиане И мусульмане И даже Те которые Молятся там Дьяволу Все Были равны И все Продвигались По званиям Довольно таки За свои лидерские Качества И за свои Деяния А не потому что Там был какой-то Пол Или раса Или черный Или белый И многие Военные Американцы Не любили Даже когда их Называли Афроамериканцами Потому что Мы не афроамериканцы Мы американцы Мы чернокожие Американцы Это было для них Низельно Поэтому Совершенно другая Категория людей Там находится Чем вот эти Левые Ну и Что сейчас Будут платить За Секс Ченч За Я не уверен Наверное будет Там 4 человека Я не думаю Что это такое Но сама идея Конечно не очень хорошая Потому что Если ты хочешь Поступать в армию Идти служить Вооруженные силы Ты должен быть Здоровым Должен быть Там У тебя что-то С сердцем не так Или у тебя что-то С ногой не так Давайте оплачивать Тогда эти Операции тоже Чтобы эти люди Могли служить В армии Почему только те Которые хотят Поменять свой Секс Почему за них Надо платить А за других Нет Пусть они идут Поменяют свой секс И потом идут Служить Как они хотят Почему это должно Быть сделано За счет Вооруженных сил Я Не знаю Хотя я не думаю Что это будет Какая-то там Что это будет Десяток людей Не думаю Хотя могут быть Потому что таким образом Они получают Бесплатную операцию И они просто Пойдут служить Чтобы сделать Эту операцию Бесплатно А не потому что Они хотят быть военными Не знаю И считаю Что это Нездоровое решение Насчет Причесок женских И насчет Мундиров женских Ну у нас всегда Идет такая работа Что Мундиры часто меняем Чтобы они были Современные Чтобы они были Комфортные Безопасные Прически тоже Ну это такое Это со временем Может быть Изменить Когда последний раз Были какие-то инструкции Какие прически Могут женщины носить Мужчины носить Смотря от рода Войск И всего остального Это я не вижу Никакой там Проблемы Костюмы Для пилотов Беременных женщин Вот здесь Я не очень Понимаю Если я считаю Опять же Я не экспорт В этом деле Я не врач Не гинеколог Акушер Я думаю Что если женщина Беременная Она не должна быть Пилотом Потому что Это во-первых Стрессовая работа Это На здоровье Может отразиться Ребенка Я не знаю Поэтому У меня такое впечатление Что беременные Женщины Не должны прыгать С парашюта Не должны Летать Быть пилотами Водолазами Что-то такое Поэтому Это немножко Странно для меня Вы абсолютно правы Вообще Трудно себе представить При таких При таких Перегрузках В современных самолетах А я слышал Историю о том Что вот скажем Во время войны Во Вьетнаме Вьетнамцы Если летчик Был вьетнамец То он Не выдерживал Таких Перегрузок И все Что нужно было Мы говорим О этом Вы говорите О истребителях Сервзуковых самолетах Но Есть разные Самолеты Есть грузовые Самолеты Есть разведывательные Самолеты Есть такие Самолеты Где нету Этого Они как Гражданские Самолеты Сейчас Я не знаю Я не знаю Деталей Всего этого Поэтому Обсуждать Это Ну Во всяком Случа Я тоже Не вижу В этом Какого-то Рационального Зерна Если говорить О беременных Женщинах На самолетах Не знаю Мне кажется Что это Чересчур Это вот Это Я не знаю Я видел Очень много Женщин Пилотов Гражданских Я военных Тоже Женщин Видел Пилот Но вот Гражданские Когда мы Заходим И мы видим Пилот Женщина Гражданская Мы не видим Ни одной Из них Которая Была бы Беременная Я не помню Что я видел Беременную Пилота Женщину На гражданском Самолетке Или даже Сюардессу Беременную Бортпроводника Сейчас говорят Сколько я летаю Я ни разу Не видел Беременную Потому что Наверное Это не очень Хорошо Для беременности Абсолютно И последнее Вот мы коснулись Китая Вскольз Вот сейчас Проходит встреча Между Делегацией Министерства Иностранных дел США И Китая И такое Заявление Прямое От китайской Делегации Что вы не можете Разговаривать С нами С позицией силы Это было сделано Заявление Такое Я боюсь Что у них Есть основания Для этого Конечно Они держава Они уже Ядерная держава Поэтому Когда идут Вот эти Ядерные переговоры О Ограничении Ядерного оружия Между Россией И Соединенными Штатами Америки Почему Трамп вышел Потому что Мы разоружаемся А Китай вооружается Надо это Чтобы было Тогда трехстороннее А не двухстороннее Договор Надо Китай И Россия С Китаем Ближе Давайте вы И он использовал Россию Почему он Тасывал Путина Убийцы Потому что Путин ему нужен Для Китая Был Чтобы он с Китаем Можно было договориться Тоже А то Иран вооружается Северная Корея Вооружается Китай вооружен Китай набирает Больше и больше сил С этим С этим ковидом Одна страна Одна держава Только Вышла победителем Это Китай Да И Теперь Для них Вот это была Заноза Трамп Теперь его нету И они могут Уже так говорить Слушайте Идите к чертовой матери Мы ни о чем С вами договариваться Не будем И вы не будете Нам указывать А Байден вошел С убийцей В договор Тоже О развооружении Пока что он Развооружает Но Будет Зато Очень Заботится О костюмах Для беременных Летчиц И Операции Для Транссексуала Ну и что я могу Сказать Это В моей голове Это не вмещается Это нонсенс И выигрывает В этом Во всем Китай и Россия То есть Если Россия Будет соблюдать Условия этого договора То Россия И Соединенные Штаты Будут ограничивать Слевое вооружение А с какой 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 Она ни одного Договора Не выдерживала А этот Вдруг Она выдержит Просто потому И наверное Чтобы Чтобы понравиться Байдену Чтобы Байден Не думал Что Путин Убийца И Вы как Капитан первого ранга Вас это должно Тоже Так сказать Вы имеете Об этом Своё представление По сообщениям Прессы Репортажам Китайские военно-морские силы Уже превосходят Соединенные Штаты Нет это неправда Они не превосходят У них нет Авианосных групп Как у нас У них нет Такого подводного Флота Ядерного Как у нас У них Нет Такой авиации Как у нас Но Морской Но у них Есть ракеты У них есть ракеты Которые Создают Большую опасность Для нас Для наших Авианосцев У них Большая Довольно-таки Хорошо Снаряженные Вооруженные Силы Хорошо Финансированные Можно сказать Даже профессиональные Да и Сам Менталитет Такой Военизированности Поэтому Нет Я не считаю Что они Сильнее Нашего флота Пока Но Это Они близки Они близки Они самые Наши Большие Конкуренты В этом Да Но говорят По численности Кораблей Они уже превосходят Нас Я не знаю По качеству Я не знаю Потому что корабли Тоже Разные Да Они разные Как вы их считаете У нас В основном Считается По авианосным Группам У нас же Корабли Можно сказать Есть и в береговой Охране У нас корабли Есть в армии В сухопутных Войсках У нас есть Тоже Катера Там И такие Маленькие Корабли Небольшие Поэтому Это Ну То есть Если Разбить По категориям То Возможность Ситуация Не столь Драматичная Как если Взять Общее Количество Судов Так или Иначе Понятно Я считаю Что Если Мы говорим Что Начнется Война Между Китаем И Соединенными Штатами Америки То Никому Хорошо От этого Не будет Это будет Конец Света Но при этом Китай все таки Не остановился Они продолжают Строить свою Мощь военную Они тратят Они строят Сейчас уже Поехали делегации И в Тайвань И в Корею И в Японию Потому что Все эти страны Очень переживают Из-за этого И когда был Трамп Они знали Что он довольно таки Жесткий с Китаем То сейчас Они понимают Что Байден Это Не зря Его называют Китайский Джо Потому что Его сын Получил Хорошую Сумму В полтора Миллиарда Долларов Из китайских Государственных Денег Чтобы инвестировать Их Большой инвестор Такой его сын Да Наркоман Голдман Сакс Не получает Таких денег Для инвестиций А вот Сын Байдена Получил Вот такой Талантливый Ребенок Он же сказал Что он у меня Самый умный Из всех Кого он знал Самый умный Самый умный Давайте мы сейчас Сделаем небольшой перерыв Послушаем рекламные Объявления После чего Вернемся Продолжим И если будут звонки Мы обязательно Примем И если у вас будут Вопросы Гарри То он обязательно На них ответит Буквально через Несколько минут Вернемся И продолжим Будьте готовы К ответу Возвращаемся В программу Голос здравого смысла Сегодня с нами Гарри Юритаб Я слышу Капитан первого ранга ВМФ США В отставке Телефон В студии 847-400-5200 Если вы не заражаете Давайте попробуем Принять звонки От наших радиослушателей Добрый день Пожалуйста Вы в эфире Добрый день Вот у меня вопрос Капитану первого ранга Кирилл Скажите пожалуйста Я вот с российскими Военными Спор Они говорят Что в России Там генералов 1350-1400 И в Америке Точно столько Я не Это там бюрократ В Америке Не может быть Чтоб столько было Тут сержанты В основном Командуют А лейтенант Это вообще Большое название Дальше Капитан Майор И так далее Вот какое Количество Примерно Если не секрет В Америке Генералов Спасибо Спасибо Хороший вопрос Да Вы абсолютно правы У нас Вооруженные силы Построены на Сержантах И офицеров Офицерского состава У нас довольно таки Мало И очень строгая Пирамидная система Нет У нас даже Близко нету Столько генералов Сколько В России Там в России Еще генералы Есть Милицейские Какие-то генералы Там Прокурорские Генералы Там есть Там много Вообще Генералов Они вообще Любят генеральские Там Ходить В этих Адидасах С лампасами Я точно Не знаю Сколько у нас Генералов Сколько у нас Адмиралов Это из Год тоже Меняется Зависимо От состава Вооруженных сил Но я думаю Что это легко Узнать Это в гугле Можно напечатать Забить вопрос Сколько генералов То есть Это открытая информация И следующий звонок Добрый день Пожалуйста Здравствуйте Помощь Америке Во время Трампа Была более ощутима Чем во время Обамы Потому что Обама Ограничивался Подушками И одеялами А реально Помогал Военным Оружием Именно Трамп И тем не менее Украинцы Чего-то Не излюбили Нашего Трампа Скажите Не влияет ли На средства Массоинформации Украине Российские Спецслужбы Почему-то Слишком Это Я думаю Что да Тут даже Три канала Закрыли Про Российские Но Дело Все в том Что Ну конечно Когда тебе Вещают Каждый день Из телевизора Из интернета Из каждого утюга Что Трамп Это Из чаде ада А Байден Вот это Спаситель То Люди Которые Ну у них нет Времени Или нет Интереса Вникать Во все это Они верят Ну это же По телевизору Сказали Ну и конечно Тут такая идет Игра Я всегда Это говорил Что когда Кто-то говорит Что Россия Допустим Выступает Там Жириновский Или в России Или в российских СМИ Говорят Мы за Трампа Они прекрасно Понимают Что тогда Американцы Украинцы Грузины И все остальные Проголосуют Против Трампа И это Такой есть Пример Если бы Гитлер В 42 В 43 Году Сказал Что Рузвельт Хороший мужик То В Америке Проголосовали бы Против Рузвельта Да Потому что Он нравится Гитлеру А Таким образом Гитлер бы От него Избавился От этого Рузвельта Поэтому Это такая Политическая игра Им верить нельзя Есть такой Фильм Выборы По-моему Называется Российский сериал Так там Мэр города Приносит Чемодан Денег Там Миллион долларов В губернатор И говорит Пожалуйста Скажи Телевизор Что я Хороший Человек Индорс Меня Вставься За меня Чтобы Меня Переизбрали Опять Мэры города И этот Губернатор Выступает И говорит Это ужасный Человек Этот Мэр города У вас Он кретин Идиот Псих Тот Приходит И говорит Зачем Я же тебе Миллион Долларов Дал А ты Берешь И он Говорит Ты что Дурак Меня Весь Народ Ненавидит Они Считают Меня Самым Худшим Губернатором В мире Поэтому Если бы Я тебя Поддержал Они бы Точно Проголосовали Против тебя А так Как я На тебя Теперь Говорю Плохо За тебя Проголосуют Понимаете Это работает Все наоборот Смотря Откуда Идет Информация Поэтому Если Россия Говорит Что Трамп Хороший Значит Он России Не Нужен Они Понимают Что Тогда Проголосуют Против него Вот В Украине То же самое Происходит Давайте Попробуем Принять Следующий Звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Господин Добрый день Вы знаете Я На одном Украинском Шоу Видел Как Одна Ведущая Назвала Вас Еврейским Мальчиком Так И я Посмотрел На ее Выражение Лица И на нем Была Написана Такая Азиатская Хитрость Мол Я знаю Для чего Вы тут И что Вы тут Делаете Я Не помню Такого Но Может быть Есть Я Есть Такое Было Было Такое Найдете В Ютьюбе Где угодно Вы это Найдете Но Не в этом Дело Если я был Там Я должен Помнить Вообще Вы тоже Наверное Не помните Что вам Шуфрич Сказал Тоже Нет Я помню Что Шуфрич Сказал И вот Она вам То же самое Сказала Я не вру Дальше Я не говорю Что вы Я говорю Что я не помню Согласен Я прекрасно Это помню Так вот Она Я Со многим Согласен Что вы Сегодня сказали Но у меня Есть одно Вот Просто желание Очень большое Чтобы Весь наш Госдеп И такие люди Как вы Убрались С Украины И два братских Народа Нашли бы Общий язык Уже давно И был бы Там мир К сожалению То что Вот Она Имела Ввиду Я То же Само Имею Ввиду Что вы Только Гадите Украине Вы Привели Ее К полному Развалу Экономическому А вы Кто Я имею Ввиду Когда вы Говорите Вы Вы Кого Подразумеваете Я Говорю Госдеп И бывших Сотрудников ЦРУ Которые Говорят Что мы Там Просто Так Для Продвижения Тематратии Я не Госдеп И не Бывший Сотрудник ЦРУ А Ну Вы Настоящий Тогда Да Окей Дин Ну Вы Вам Наверное Виднее Вы Зачем Отводите Разговор В сторону Как вы Считаете Ответь Мне на Вопрос Пожалуйста Ответь Мне на Вопрос Что Вы Делаете На Украине Сказочный Долбай Зачем Его Только Из Больницы Выпустили Ну Смотрите Во первых В Украине Во вторых Во вторых Братские Когда Вы Говорите Братские Народы Кто Вам Сказал Что Они Братские Народы Я Еще Вот Ни Одного Украинца Не Слышал Чтобы Они Сказали Что Они Братский Народ Они Говорят Мы Не Братья И Не Хотим Быть С Общего Мы Не Хотим С Ними Иметь Если Это Братский Народ Он Нас Предал Он Воткнул Нож В спину Поэтому Это Вы Каким-то Образом Взяли На себя Такую Ответственность Решить Из Чикаго Что Российский Украинский Братский Народ Вы Также Решили Сами Что Я Из ЦРУ И Почему-то Слышали И Причем Тут Ведущая Которая Хитро Как Вы Говорите По Азиатски Что Уже Российская С Вашей Стороны Коммен Такой Российский С Азиатским Прищуром Сказала Что Вы Еврейский Мальчик Я Такого Не помню Но Исходя Из Того Что Все Что Вы Сказали Я Уверен Что Вы Не Врете Что У Вас Это В Голове Есть Хотя Наверное Одно Из Самых Верных Вещей Да Я Был Еврейским Мальчиком Я Им Остался Не Вижу Ничего Здесь Плохого Такого Если Вы Просто Намекаете Что Украинцы Антисемиты Или Еще Что Так Президент Единственная Президент Еврей И Большинство Народ 75-73% За него Проголосовали Так Это В Украине И Главный Оппозиционер Этому Президенту Как ни странно Тоже Еврей Еще С фамилией Рабинович И Называет Того Еврея Фашистом Вот Это Настоящая Демократия Это То Что Мне Нравится В Украине Что Я Тут Делаю Но Я много Вещей Здесь Делаю Одна Из них Я Полный Отчет Я Могу Сказать Что Вы Уже Уверены Что Я Из ЦРУ Или Из Госдепа И Поэтому Доказывать Другого Я Не Буду Верьте В Это Вам Полезно Добрый День Пожалуйста Здравствуйте Уважаемый Юрий Очень Рад Вас Слышать Скажите Пожалуйста Вот То Что Закрыли Три Вот Этих Медведчоковских Канала Это Что Борьба Со Свободой Слова Или Это Все Так Какой Это Военная Причина Для Этого Была Еще Правда Лишь Что Зеленский Запретил Отвечать На Любые Обстрелы Со Стороны Сепаратистов И Что Убрали С Передовой Всех Украинских Снайперов Спасибо Большое Я Не Слышал Такого Чтобы Запретили Отвечать На Огонь Это Я Думаю Народ Бы Здесь Не Принял Такого Решения От Президента И Я Не Слышал Такого Что Забрали Всех Снайперов С Передовой Тоже Я Такого Не Слышал Это Наверное Думаю Больше Фейки Но Опять же У Меня Нет Доступа Для Точной Или Проверенной Такой Информации То Что Закрыли Три Канала Конечно Идут Большие Здесь Споры С Одной Стороны Эти Каналы Были Вражеские Эти Каналы Были Пророссийские И Они Вещали Пророссийскую Пропаганду Вранье Я На эти Каналы Не Ходил На Отрез Я Считал Что Их Надо Закрыть Что Ну Их Надо Закрыть Было Давно Давным Давно Эти Каналы Поэтому С Этой Стороны Я Считаю Это Правильно Что Если В Стране Идет Война Даже Если Она Гибридная Что Происходит Здесь То Эти Каналы Здесь Неуместны От Них Надо Избавиться Но С Другой Стороны Опять же Как Это Было Сделано Вот Здесь Я Не Совсем Согласен Потому Что Они Были Сделаны Через ЧК Через Такую Вещь Как Чрезвычайный Комитет Который Орут Действует Во время Войны И Нету Время Для Судов Для Остальных Вещей Как В Демократическом Обществе А вот Собрался Комитет Чрезвычайный И решил Что их Надо Закрыть Сейчас Прям Сейчас В Совпадение Я не Верю В Случайности Потому Что Как Только Пришел Байден Вдруг У президента Зеленского Появилась Ночью Или Вечером Поздно Идея Закрыть Эти Каналы Он Получает Информацию От Вот Этого ЧК Чрезвычайный Комитет Закрывает Эти Каналы А утром Уже Наше Посольство Говорит Что Оно Поддерживает Это Решение Как Вот За Ночь Наша Посоль Когда Америка Еще Спит Байден Еще Не Пришел В Сознание А Наше Посольство С утра Уже Здесь Разница В 7 Часов Уже Поздравляет И говорит Правильно Сделали Поэтому Я думаю Что Это Потому Что Байден Не Позвонил Путину А не Зеленскому Потому Что Байден Не Вводит Никаких Санкций Серьезных Против России Он Кинял Вот Эту Костяшку Закрывайте Эти Каналы И Так Они Отреагировали Я Тоже Боюсь Я Не Хочу Чтобы Это Было Но Я Боюсь Что В Судах Проиграет Украина Как Эти Каналы Были Закрыты И Да Байден И его Администрация Может быть И поддерживает Это Но Допустим Там Журналисты Без Границ Критикуют Это Другие Там Знаменитые Журналисты Критикуют Профсоюзы Журналистские Тоже Критикуют Они Против Этого Они Говорят Что Это Неправильно Было Сделано Поэтому Это Такая С военной Точки Зрения Я Привожу Пример Что Это Похоже На То Что То Что Эти Каналы Были Сделаны Это Правильно Но Сделано Это Было Неправильно И Вообще Арестовано Все Медведчуковская Там Бензоколонки Его Бизнес И Вот Эти Каналы Я Считаю Что Это Они Ни При Чем Канал Здесь Ни При Чем Бензоколонка Ни При Чем Там Люди Работают Это Часть Экономики Можно Это Было Арестовать Но Оставить Чтобы Она Функционировала Каналы Эти Отдать Под Руководство Даже Того же Государства И Чтобы Оно Они Взяли И Просто И Закрыли Люди Остались Без Работы Допустим Путин Никогда Не Закрыл НТВ Или Другие Каналы Он Избавился От Руководства Он Избавился От Идеологии Этих Каналов А Сами Каналы Все Продолжают Функционировать Канал Это Инструмент Потому Что Водитель Пьяный За Рулем Это Не Значит Что Эту Машину Надо Тоже Майор Взял Высотку Даже Взял Высотку Малой Кровью И Все Ему Аплодируют Молодец Талантливый Военный Вот тебе Медаль За то Что Ты Взял Высотку Но Не Понимает Что Он Попал В Окружение Взяв Эту Высотку И Теперь Он Положит Весь Батальон Потому Что Это Была Ловушка Это Выглядело Как Победа Оказалось Поражением Это Очень Часто Бывает Так И В Жизне И В Семь И В Политике Поэтому Я думаю Стратегически Я надеюсь Что Я Не Прав Я Надеюсь Что Сейчас Я Не Прав Но Я Думаю Что Стратегически Это Было Неправильно Сделано Это То Что Нужно Это Было Сделать Это Правильно Но Сделано Неправильно Надо Было Это Сделать Как -то По Другому Как Это правильно, через демократические институты. Спасибо. И еще один звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Юра. Всегда приятно вас послушать, особенно ваше интервью с разными украинскими каналами, в которых вы просто ставите ведущих, не подготовленных на место. У меня такой вопрос. Я сегодня выставил один, который вышел сегодня, интервью на одном из каналов. Да, там было такое, что пришлось ведущих отшлепать. Да, я это еще не смотрел. У меня такой вопрос. Вот брата-предателя этого, Вигмана, которому написали плохое ревью и как бы даже готовили на понижение, с приходом нового министра обороны уже рекомендовали на повышение, на следующую должность. Это вообще такое бывало в армии? Конечно. Но его брат гражданский. Он как бы государственный служащий, он гражданский в армии. Но... Но у него же военное звание. Нет, как бы. Это два человека. Один из них военный, а второй юрист. Они были оба военные. Один был пехотинец, Вадим Виндман. А второй Александр Виндман, его брат, который был военным прокурором. Но тот потом ушел в резерв и уже работал как гражданское лицо на армию, гражданский юрист. Да, конечно, с этой администрацией я не вижу, почему такого не могло случиться. Я уверен, что даже и самому Вадиму Виндману, наверное, демократы предложат какую-то очень комфортную позицию во власти, в администрации. Я не удивлюсь этому. Я думаю, даже они это ему обещали. Тридцать серебряников нужно отдать. А как же. К сожалению, время нашей программы подошло к концу, пролетело как одна минута. Юра, огромное спасибо вам за то, что вы, несмотря на поздний час в Украине, сочли возможным пообщаться с нами. Успехов вам, удачи. Держитесь. Мы постараемся. До встречи. Мой сын деплойт на Ближний Восток в минувший понедельник. Я согласен. Спасибо. Спасибо. И надеюсь, до встречи. Надеюсь, что мы еще встретимся. Всего доброго. Есть. Субтитры сделал DimaTorzok